Из-за политики Китая подавление религиозной свободы в Гонконге может возникнуть дефицит Библии. Из-за того, что Коммунистическая партия Китая вводит ограничения на религиозный контент в Гонконге, сообщается о нехватке Библии в городе, где два года назад была отменена автономия после принятия закона о национальной безопасности, сообщается. 8 июля христианский мегапортал Инвиктори со ссылкой на христианский пост. В настоящее время весь запас католических китайских Библий, принадлежащий обществу, распродан книжными магазинами. Если в ближайшем будущем проблема печати не будет решена, возникнет дефицит, добавил он. Китайское правительство недавно заявило, что христиане должны сначала зарегистрироваться, получить одобрение государства для размещения религиозного контента в интернете, регулирование направлено на контроль и согласование религии с политической идеологией и целями партии. В прошлом месяце редакторы журнала «Уолл-стрит», что конец свободы слова собраний и печати в Гонконге означает, что есть резкие основания опасаться, что следующей целью станет свобода вероисповедания. «Мир вам, братья и сёстры и христиане!» То есть мы видим, что время приближается до конца, братья и сёстры, и Китай постепенно приближается к тому, что будет забрана свобода вероисповедания. То есть контроль над контентом, регистрация, соответственно, привело к тому, что уже недостаток Библии, братья и сёстры. И это очень печально, потому что Китай — большая страна, и хотя основная религия является нехристианство, но там есть немалое число христиан, и, конечно же, большой объём, ну скажем так, большие пространства для того, чтобы люди могли покаяться. Но мы видим, что идёт время всё-таки до того, что приближается время, когда откроется Антихрист и будет великая скорбь. Но до этого будем утешать себя тем, что именно бодрые христиане, они будут восхищены. Поэтому бодрость им велико, ещё больше готовимся, освящаемся, стараемся расти духовно, чтобы мы могли вот эти события, нас ещё больше как бы нисколько угнетали, а сколько ещё больше нас как бы нам подсказывали, что нам нужно, время приходит к концу, нам нужно готовиться, готовиться ко встрече с нашим Господом Иисусом Христом. Подписывайтесь на канал «Любящий Истину», основной канал, и также на канал «Любящий Истину-2», где тоже есть немалое количество полезных для вас проповедей. Аминь. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok